Это маленькая книга времён Ивана Грозного, уникальный памятник русской словесности. Именно в ней Инок Ермола Еразм впервые письменно изложил сюжет о муромском князе Петре и его жене Февронии. Всё, что о них известно, написано в этой книге. Но история любви и верности далеко не всё, что можно узнать из этой летописи. Сами страницы, то, как они сделаны, как исписаны, рассказывают не меньше. Бумага, я думаю, мануфактурная, сделана ручной отливкой и на просвет имеет водяные знаки. Водяные знаки, но не те, которые теперь на деньгах мы видим, а те, которые возникали при водной отливке вот этой бумажной массы на металлическую сетку. Петербургские библиотекари собрали каталог таких водяных знаков или, как их называют профессионалы, филиграний. Благодаря им можно установить примерный год и место написания, хотя средневековые авторы выходные данные на титульном листе, как правило, не писали. Этим летописям из библиотеки Соловецкого монастыря уже почти пять веков. Но в отличие от большинства старинных книг, эти может увидеть любой желающий в цифровой версии. Если вы зайдёте на сайт нашей библиотеки, вы эту рукопись сможете виртуально пролистать, как и те, которые лежат рядом. Исследуют в библиотеке и сами чернила, которыми были написаны те или иные рукописи. Оказывается, они тоже дают большой объём информации. Так, под фильтрами разного спектра становится видно, где основной текст, а где правка, которую сделали позже. Основываясь на этом, сотрудники обобщают знания не просто о том, как наши предшественники писали, а о том, как думали и что с ними происходило. Это документ хозяйственный, вполне сухой, там нет никаких вот такого рода ярких подробностей. Просто вот шёл учёт. Это нам даёт возможность оценить ситуацию в Кирилло-Белозерском монастыре сразу же после смутного времени. Очень сложную, очень плохую ситуацию, когда вот они начали, грубо говоря, считать, с чем же они после всего этого остались. Также исследуют и надписи, которые оставили на полях старых книг их предыдущие владельцы. Порой люди весьма известные. И хоть современные читатели привыкли, что портить книги таким образом плохой тон, оказывается, записи тоже могут быть исторической ценностью. По крайней мере, с их помощью мы лучше представляем себе наших предшественников. Так, например, недавно нам стала известна одна хроника Шеделя, как раз-таки всемирная его история, где есть миф о знаменитой папе Иоанне. Вы наверняка его помните, то есть женщина на папском престоле. И какому-то читателю, очевидно, протестанту это так не понравилось, что он папе Иоанне подрисовал бороду, зачеркнул окончание и сверху написал, не может быть папе, папе сына престоле. Это наверняка был папа Иоанн. Эти и другие исследования ложатся в основу научных трудов, которые сейчас готовят сотрудники Российской национальной библиотеки. Благодаря этим работам можно будет гораздо лучше представить тех, кто жил, читал и писал 5, 7 или даже 10 веков назад. Такой вот книжный клуб вне времени. Людмила Бурин, Виктор Хлебчик, Дмитрий Севастьянов и Роман Великосельский. Вести, Петербург.